привет мои дорогие у нас сейчас будет несколько гаданий они будут короткими но все же мы ответим на такой запрос почему нет жизненных сил почему нет энергии и что с этим делать если вы сейчас находитесь в упадническом настроении мы сейчас на герметическом таро посмотрим когда это все закончится и что не так что случилось почему у вас сейчас нету настроение сил энергии ничего не хочется делать и все такое ну что давайте посмотрим девочки у нас будет 4 варианта 1 2 3 и 4 мигните глазом приблизительно 5833 десятитысячных девочки у меня ни с того ни сего включилась алиса точнее серии на телефоне и она 1 3 сложила с 1 4 вот смотрите калькулятор представляете а я тут со скриншотов выбираю что на что вам погадать но это что-то странное 0 58 33 что такое мигает хотя это не мигает ничего ну ладно мы закроем сейчас телефон перевернем его и продолжим но это какая-то магия девочки сегодня рождество поздравляю вас как кстати с рождеством кто отмечает счастье здоровью и любви жизненных вам сил чтобы у вас все сложилось хорошо ну что давайте посмотрим почему нет сил и энергии 1 2 3 4 вариант почему не но нет настроения тоже можете загадать вот что-то все не то все с рук падает до ничего не хочется какое-то раздражение одиночество какое-то давайте посмотрим почему это почему это случилось с вами и выберите пожалуйста один свой вариант ну что поехали почему нет сил энергии настроения первый вариант девятка мечей ну да у вас вот девочки по силе вот это вот девятка мечей выпало это нету ни сил ни настроения ни энергии вообще все хреново даже я бы сказала может быть кто-то поплакал кто-то попереживал возможно вам что-то болит девочки тут карта девятка мечей реально показывает на такое не очень хорошее ваше состояние но мы сейчас здесь собрались для того чтобы у вас с этого депресс ника с этой ямы волчьей вытянуть и мы посмотрим что с этим делать почему нет сил энергии настроение пятерка жезлов вообще-то все на самом деле вот из глубинной веков как говорится идет все потому что это связано с вашим материальным состоянием может быть вы сейчас таком состоянии что вы не работаете вот в отдыхе каком-то в отпуске возможно это связано с тем что вы не знаете как вот либо дальше жить либо вы хотели хотите что-то хотите что-то приобрести она это нет денег и где-то надо собирать или еще что-то но это во главе всего лежит то что вы не потратили какую-то определенную сумму денег которые вы хотели на что-то потратить то есть тут сбились планы именно из-за денег башня почему нет сил и энергии семерка жезлов тут жезлов но я вам скажу вы можете сейчас вот из-за того что вы находитесь в таком не очень приятном для себя положение да не ничего не хочется делать опускаются руки нет жизненных сил вот если сейчас отбросит то что вы сюда в этот снежный ком набрали вы можете сейчас винить кого угодно вы можете сейчас дотаскивать еще под те проблемы которые в принципе особо вам кажется что это проблемы на самом деле другие люди считают что это еще не проблемы это даже и не цветочки да еще ничего не началось все лежит из-за того что у вас сидит тревога насчет денег но вот эту тревогу из-за денег она получается не вышла не из ниоткуда здесь не говорится о нищете кстати здесь не говорится о бедности здесь девочки по таро не говорится о том что вот это что то такое что камнем на шее давит вас вниз и не дает подняться нет мои дорогие здесь идет именно ваша внутренняя тревожность а повышенная тревожность у вас вообще и получается вы себя начинаете накручивать еще такой один момент либо вы кому-то дали в долг и этот человек даже не собирается вам отдавать и у вас за уровень тревоги такой до либо вы опрометчиво потратили какую-то сумму денег которая например оставалось на коммуналку да а на коммуналку не осталось денег ну короче это из-за какого-то вашего шага он его даже и не скажешь он какой-то супер опрометчивый это где-то даже в вашем характере так вот поступать как вы поступаете и поступили с этими какими-то деньгами то есть это из-за денег из-за тревоги денежной тревоги у вас такое такое настроение и сюда начинает подкатываться я одна меня никто не любит вот эти вот все козлы и все остальное да но это все на самом деле в суть в какую упирается в глубине да что суть ваша суть ваших депрессников сейчас плохого настроения упаднических сил и все остальное в в я вот сейчас пытаюсь подобрать слова не опрометчиваем поступки с деньгами в том что вы как вот у вас как будто связано с желание связано с деньгами с материальным вашим положением а цели у вас высокие были а получается вы где-то вместо того чтобы идти к этим высоким целям где-то свернули немножко не туда и вы свернули потому что вам это была какая-то прихоть это было какое-то сиюминутное желание и вот это же сиюминутное желание вы как бы исполнили но чуть-чуть отодвинулись назад от своей этой высокой цели с мы связаны с материальным доходом понимаете и из-за этого у вас пошла вот это какая-то внутренняя недоверие самой себе и на самом деле она как раз таки и выливается вы недовольны собой вы собой не на недовольны но получается мышь не не хотим всегда быть с какими-то виноватыми где-то да и мы начинаем думать а что же еще плохого в моей жизни есть какие еще плохие люди козлы меня окружают и вы начинаете где-то даже придиристо или задиристо относиться к другим людям каким там и не только к людям но и к вещам понимаете вы к но некоторые из вас могут народ нарочно что-то портить до портить свои вещи портят вещи другим как-то немножко шкодливо поступать это все связано именно с тревогой за то что вы хотели бы иметь в будущем но я вам скажу что проблемы на самом деле не какой-то и нету потому что у вас как таковые жезлы это деньги ваши деньги во ваши по судьбе они для вас открыты канал у вас денежные не закрыт мои дорогие но единственное что выпадает вот этот девятка мечей девочки из башни это утрирование своих собственных проблем и переливание из пустого в порожнее что да так получилось и вывод не можете спать ввысь вы по факту сейчас не то что будет вам надо бороться с этим миром в котором вы живете тут по факту идет то что вам надо остановить эту тревогу вот проблема девочки вот вы можете думать что у вас не любит в этом одинокие все мужики козлы там мои родственники ваши козлы там и все остальное так где-то на кого-то ругаться обижаться но по факту здесь никто не виноват и вы тоже не виноваты в том что у вас нет сил жизненных энергии до или еще чего-то она все есть у вас и жизненные силы есть у вас и энергия есть да и настроение она тоже есть единственное что вот это вот все стопорит это как знаете как стена которую на дамбе поставили вашего река уперлась вот в это а вот это это тревога это ваше внутреннее нервозное такое состояние которое блокирует вас сам уже да и поток вот этого чего-то хорошего лучей ваших в общем что тут могу посоветовать тут вообще вообще-то очень простой ответ попить успокаив узбогаина девочки да но смотрите вот кстати валерьянка кто-то сидит на валерьянке валерьянка кого-то очень хорошо помогает но не всегда валерьянка помогает девочки я например скажу вам так есть такой препарат магний b6 это магний и витамин b6 я например ну от разных производителей он кстати тоже очень сильно отличие отличается например для на меня не действует отечественное то я вот покупаю французский и всегда в аптеке спрашивают так и препараты называется магний b6 вот эти два витамина минералы витамин до магний b6 вообще супер небо разводишь руками но при этом особенно не надо особо увлекаться кофе чуть-чуть уменьшить кофе потому что кофейный магний b6 вы будете такая знаете электрометла дальше такие вот седативные для того чтобы вам помочь уснуть надо тоже попить хотя бы пару дней то есть перед сном чтобы вас не тревожили вот эти вот все мысли попейте успокаивающего утром пасы просыпаетесь попейте каких-нибудь витаминок особенно вот группы b даже да они для нервов очень хорошо потому что вот сейчас вы как скукожились как ежичек такой знаете готовы к атакам а вы лежите в чистом поле то осталось только развернуться лапками подергать перевернуться на животике побежать и тогда вам будет травка щекотать животике будет весело и хорошо но вы сами себя вот просто здесь блокируете тут по тузу жезлов по башне идея девятки мечей это блокировка самой себя накручивание проблем из-за того что что-то вот где-то вы сиюминутно решили но мы с вами женщины скажем тогда мы эмоциональные и импульсивные и нам это можно поэтому иногда можно себя баловать не мы с вами не солдаты вахту отстоять на тумбе поэтому нам можно расслабиться и и вести себя более расслабленно единственный момент мы потом иногда себе начинаем кусать локти из-за того что как-то так вот импульсивно поступили это то же самое что вот у вас было на количество сумма денег вышли за шампунем в результате видели красивенькое платьишко и все деньги которые у вас были соскребли по сусетам и купили платьишки домой принесли думаете блин а мне то его уже некуда одеть потому что денег особо нету мужиков раскручивать все пошли не нафиг шампунь не купили голова грязная то и вот так вот собственно запутались и обиделись сами на себя понимаете вот вот это только это на самом деле а то говорит что у вас жизненных сил нет это как-то неправда то что у вас энергии нету девочки вот нет не выпало до из пятикарт на ваш первый вариант чтобы у вас об опущенные руки были вы не знали все остальное это немножко капризульки это тревога то самое главное вот если вы уберете эту тревогу вы увидите что этих проблем реально нет понимаете никаких транспилизаторов никаких голоперидолов там феназепамов или еще что-то вам ничего такого не надо вам надо счастье жизнь красота и собственное нормальное такое чувственное состояние в него вернуться на самом деле очень легко ночью высыпаться то есть седативного что-нибудь попить и утром просыпаться с витаминками там с молочком с горяченьким или еще что-то чтобы вернулись в колею и не чувствовали вот этой вот тревоги потому что тревога расшатывает вибрация тревоги вот такая же руки трясутся да а что мы можем что-то сделать трясущимися руками деньги девочки тоже посчитать трясущимися руками тяжело и картину нарисовать и и мужчину подержать за плечи на место везде мешает тут проблем у вас нету все закончится либо она сама пройдет у вас да вы не можете все время находятся находиться в этой тревоге она сама по себе уйдет со временем если вы хотите быстрее чтобы это произошло да вот реально попейте чай очков витаминчиков то что вам помогает то что помогает вам успокоиться и быть такой немного пофигистичной вот такие дела его и все ваше и здоровье и материальное положение она все придет в норму у вас впереди хорошая нормальное будущее но вот это вот тревога да тревожность это как узелок такой вот мои дорогие такой первый вариант тут вообще нечего даже отчаиваться второй вариант давайте посмотрим почему нет сил энергии жизненных сил энергии девочки вам выпала верховная жрица и и на втором варианте 2 старший аркан верховная жрица девочки либо вы вот смотрите тут могут быть два варианта которые которые надо здесь описать первый вариант это то что просто у ведьм очки села батарейка и ей надо подпитаться жизни жизненными силами да то есть паза подзарядить батарейку надо пасе посидеть дома не решать чужие дела вот это самое главное до заняться собой своим телом в ванне солькой полежать до сделать что-либо такое а какое-то обертывание медовая сходить на массажик или или попросить что вас дома кто-нибудь помассажировал ни с кем сейчас когда вы в таком состоянии не надо ругаться не решать чужие проблемы если на вас наскочили вы просто уже думаете как бы от всего этого избавиться да вот просто не решать ни одной чужой проблемы до тех пор пока вы не восстановите свои жизненные силы это просто может быть севшая практически в хлам батарейка у ведьмы и просто надо такие вот моменты пытаться контролировать но я вам скажу по собственному опыту даю что контролировать тяжеловато потому что когда вот с людьми общаешься либо занимаешься просто иногда например ты планировал что сделаешь два три дела за день а в результате делаешь одно у тебя на это утекло больше сил чем ты рассчитывала и потом ты не можешь делать два других поэтому иногда в таком состоянии так что девочки один из вариантов того что вам плохо вам надо подзарядить ведьмовскую батарейку то есть не делать ничего что касается других людей отложить все дела обязанности которые вам вменили всучили попросили мы без тебя не выживаем мы без тебя не сможем потому что они вот как они смогут без вас когда они в хлам разрядят вас да они дальше и будут жить а вот вы это может быть и нет поэтому восстанавливаем силы мои дорогие ведьмочки занимаемся собой до того момента это можно уйти в одиночество кому-то помогает или это эмоционально как это сродни эмоциональному выгоранию посетите одни даже если вам хочется куда-то идти бежать все остальное посетите сами понюхайте ромашки погладьте котика там понюхайте котика погладьте ромашки это первый вариант девочки когда может быть плохо тут ведьмов ведьме надо восстанавливать собственные силы даже не делать какие-то ритуалы нет тут надо вот именно тело в состоянии покоя привести потому что вы-то антенка антенки нужно отдыхать чтобы перегрева не было да и второй вариант почему вы здесь по второму варианту во втором старшим органе можете потерять это эти жизненные силы и энергию вы можете это не ваша жизнь на ссорите верховно жить собой выпало да это не то что на вас там наводит порчу его или вам плохо из-за того что вот кто-то вас с вами воюет нет мои дорогие потому что вы можете сейчас чувствовать не свою боль не свой упадок сил и не свое плохое настроение то есть вы настолько сильно с кем-то телепортируете взаимосвязаны до что вы чувствуете состояние этого другого человека и это не ваши потому почему это говорю выпала верховная жрица на вас на сигнификатор это то есть вы словили че-то плохое чувство плохое настроение все остальное кого вы могли так словить да вы могли словить например своего врага про которого очень сильно думаете вот обращу ваше внимание до один из секретов колдовства иногда мы путаем военные действия мы путаем колдовству в нашу сторону мы путаем именно с тем как но кажется что у нас нападают и на самом деле это не нападки а мы просто зеркалим состояние нашего врага понимаете поэтому здесь может быть враг либо это человек из-за которого вы очень сильно беспокоитесь и вы чувствуете его какое-то такое вот состояние это это какое-то зеркало и это не ваши эмоции не ваши силы да не упадок ваших жизненных сил ничего такое скорее всего это будет как она может пройти само по себе она может пройти только в случае того что тот человек переменится и вы переменитесь понимаете можно просто закрывать себя от того чтобы вы там думали о ком-то да то есть перестаньте о ком-то так серьезно думать вы могли можете думать о мужчине о женщине родственниках до ком угодно и вот перестаньте вот кто-то сидит у вас очень сильно в голове кто фонит и зеркалит на вас вот в свое плохое настроение в результате в этом плохом настроении в этом упадке и вы сидите потому что вы очень сильно его зеркалите как верховная жрица но это тоже проходящее это проходящее потому что вы верховная жрица она это проживает до прожует проглотит и выведет собственного организма то есть ну тут классика девочки выводы говно со своего организма так что вот это проходящее она пройдет по-любому так чтобы не думайте что на вас кто-то что-то навел что из-за этого плохо ну давайте еще выложим немножко карт сюда и посмотрим почему нет сил и энергии почему нет сил и энергии десятка мечей вот вы сейчас на пике вот этого без энергии без жизненных сил и все остальное либо вы вас просто уже выжили как лимон ведьму либо как целителя либо вас это вы отражаете что-то на себя берете что вам не принадлежит а это даже больше вам скажу видите кого вы отражаете вы какого-то короля мечей отражаете а это по-любому мужчина вы вы смотрите так как я говорю здесь про два варианта вот тут вот два варианта даже на короля мечей этому сохраняется когда у вас нету жизненных сил как у ведьмы как у целительницы и кто вас выжил вас выжил король мечей выжил какой-то мужчина который как вампир высосал с вас эту энергетику кому-то вы как ведьма как целительница вас дали больше чем надо и вас как говорится до дна испили да еще и облизали кубок понимаете то есть надо закрыться никому сейчас не помогать ничего не делать и восстанавливаться если девочки это второй случай когда вы просто отражаете то вы отражаете мысли угрюмость плохое состояние какого-то мужчины понимаете о котором вы возможно и думаете или тот который очень сильно думает о вас а вы который может это бывший какой-нибудь то тот который от вас в был зависим на это думаю тут даже искать особо и никого не надо вы найдете о ком это речь вот мои дорогие верховные жрицы такой вот второй вариант третий вариант давайте посмотрим почему нет жизненных сил энергии и что такое мои дорогие колесо фортуны выпало вам а у вас кстати вот смотрите я этот расклад делаю за три дня до того как у вас будет как говорится начнется белая полоса и она начнется это вы знаете вот сейчас можете быть как вам это в упадке жизненных сил там в энергии без без энергии настроения вы можете сейчас находиться но это очень скоро быстро закончится это связано еще с какими-то сдвоенными цифрами мои дорогие то есть либо вы когда увидите либо они как-то придут и все вот сдвоенные цифры вам что такое идет и вообще вот для вас вот этот год я даже скажу 22 год это год тоже сдвоенных чисел до для вас он будет на самом деле один из самых удачных вашей жизни и все остальные года будут почему это говорю колесо фортуны одна из самых таких загадочных карт особенно в герметическом таро и она обозначает не просто там большую удачу какую-то да и везение а это как колесо сансары и выпало она именно вам и дело в том что она будет связано с этим годом вот это 22 год для вас у супер удачный в 2 сдвоенные какие-то цифры то ли это лунные дни то ли календарные солнечные дни да тоже будут очень удачливые может там и месяцами как-то будет идти вот то что вам будет попадаться на ходу да так что у вас конец вот всем вашим горестим бедам плохим настроением будет конец мои дорогие тут даже даже хорошо будет у тем у кого есть психологические заболевания на то есть этот год когда вы будете вы будете чувствовать себя очень хорошо это это может кстати вот эта вот карта бывает так что она обозначает что это даже выход из комы для больных когда раскладывают то есть открывает глаза выхожу из комы ну и у вас в такое вот состояние что вот если взять как будто бы что у вас нет жизненных сил энергии как будто вы в коме лежите и не можете за того выбраться да вы откроете глазки и все у вас будет хорошо и и вы даже не представляете насколько причем это не будет по по возрастающей этом в этом году будут такие отметины конкретные везение когда вы не будете знать а где вам повезет а почему кто вам дал право быть везучий насколько сильно то есть у вас многое что будет вот вообще вы не будете вы не короче вы не сможете объяснить почему это происходит но она будет проход происходить в вашей жизни понимаете вот как иногда алкашам везет что его они получают какой-либо огромное наследство или еще что-то кажется блин какого хрена а у вас что-то такое мои дорогие будет интересное вы не будете понимать за что но вы будете очень трезво резко явно красиво смотреть на жизнь вы будете видеть то что не видели до этого но тут что то есть а вот знаете какая подковырка все таки есть это связано с вашей вообще жизни почему нет сил и энергии почему нет сил и энергии вам очень важно мои дорогие смотрите есть такие люди вот которым надо встречать своей жизни каких-то гуру до каких-то мастеров каких-то учителей и у вас в этом году будет что-то такое явное маг выпал семерка жезлов императрица это вы шестерка мечей то есть смотрите у вас как с руки что-то падает шестерка мечей у вас руки падает а в другую в другую руку вы берете уже семерку жезлов понимаете но вы берете потому что рядом с вами находится какой-то гуру учитель маг это либо это у вас живем кто-то появится до либо вы как нового бога обретете кто-то из вас реально с мастером каким-то познакомиться возможно добыть с магией связано может не с магией может вы даже понимать нему это может быть и эфемерное какое-то существо которое вы увидите или или ну короче что-то такое вот интересно ждет вас и я вам скажу что вот тут по третьему варианту вашему императрица и маг и колесо фортуны тут вот я если даже смотреть мы выложили черно-белые карты да а я вижу тут супер цветного человека вот просто супер цветное радуга понимаете причем такой яркая неоновая супер радуга это вот я вижу вас и и вот вижу как вашу ауру здесь понимаете какая-то сказка идет не совсем реальные даже события в вашей жизни так что вот про то что нет жизненных сил энергии все остальное это то что вы делаете в руках но вы это это с рук ваших уйдет потому что вашей жизни будет много всего интересного и это уже скоро начнется и это будут какие-то волшебные события про которые это что-то такое знаете неожиданное сюрпризная волшебное это вот как смотришь например фильм про гарри поттера на или что-нибудь такое волшебное да там волшебство на волшебстве волшебством погоняет то вот я вам скажу что у вас будет такое даже вы если супер скептик да тут будет уже не до скептицизма потому что очень какие-то интересные совпадения дежавю яркие ясно сны волшебство какое-то много-много какого-то волшебства вокруг вас но что-то с руки уберите что-то вот кстати вот то что в металлической вы вы что-то металлические с руки уберете и и и придет вот это вот волшебство но это специально убирать не надо она как-то сама свалится ладно мои дорогие вот такой вот третий вариант так что тут беспокоиться в принципе тоже не о чем но меня знаете что интересно какая какой интересно у вас вообще-то этот год будет но вы сами по себе еще очень интересно очень интересная судьба у вас яркая вот такой вот мои дорогие третий вариант так что тут потери энергии нету очень яркая жизненные силы нету возможно у вас просто нету сейчас настроение и какие-то события происходят которые вам мешают но это все закончится у вас поднимется настроение будет много чего интересного и к прекрасного происходить вот такой вот третий вариант четвертый вариант давайте посмотрим почему нет настояние жизненных сил и энергии суп выпал вам котики мои дорогие и мы сейчас этот суд будем как суп разугребать это это обозначает то что вас к дерут как кот и кошку понимаете это какие-то беготням какие-то собачьи свадьбы какие-то разборки беготня какие-то лишние люди которые вам и не нужны очень много каких-то левых людей присутствует вашей жизни заходят к вам дом натаптывают вот тут много очень грязной энергетики как вы напускали в свою жизнь как будто какой-то проходной двор у вас но давайте посмотрим еще много каких-то людей которые не нужны они наводят суету до что-то решает втягивают вас во что-то у вас понимаете уж уж начинают явно тут всего и вам кажется что это ваш суд а зачем вот этого много всего надо еще глянем почему нет жизненных сил почему нет энергии девятка пентаклей тройка пентаклей повешены но я вам скажу так сказать что вы ни в чем не виновата тут тоже нельзя да но то что вам у вас тяжелый период жизни вот это вот просто факт и в этой вашей трудной жизни присутствует много и левых людей как натоптано вы знаете как будто как собрались на свадьбу те которых не приглашали пьют гуляют потеряться либо это развод с кем-то у вас либо это возможно похороны какие-то кто-то что-то переживает такое либо кого-то абьюзит и тиранят абьюзит и тиранит человек которому не хватает этих жизненных сил он хочет от кого-то урвать понимаете и потому вы как кошка которую окружили собаки которые хотят ее рвать которые хотят гавкать на вас охотиться и все остальное давайте еще посмотрим почему нет жизненных сил и энергии у вас четверка кубков десятка мечей император знаете что вам не хватает вам не то что жизненных сил и энергии не хватает вам не хватает такого сильного голоса которого который понимаете так вот какая-то беготня потом а ну-ка все пошли вон отсюда помните как иван васильевич меняет профессию там ван царь да и хлопает и вот вам тоже это надо вам надо вот чтобы вас голосом вы своим понимаете горловым как как я не знаю кто как амазонка воительница как очень сильный человек вот все все что у вас накопилось вы собрали себе в голос и этим голосом вот этой энергии горловой энергией энергии через чакру горло вы можете решить все свои проблемы тем что вы просто по разгоняете вот этот боевой клич нужен вам разгоняете все если вас шантажирует говорите смело пошел вон отсюда или я тебе перья так выщипаю что тебя ничего на жопе не станется или девочки вот вот этих всех людей по выгонять если у вас живут какие-то люди которые которых вы как бы взяли к себе домой в жилище выгоняем выгоняем потому что вы сойдете так с ума дальше идет после 20 аркада 21 старшего канала вам надо в таком вот вас могут вынести вперед ногами если вы с этим не будете справляться горлом горловой чакры струной стержнем понимаете басом не надо кричать обвинение и плакать и все остальное а берете и вот разгоняете то вокруг себя тех людей которые вам мешают жить мне даже вот сейчас я даже говорю ваш вариант и мне аж как голоса не хватает понимаете настолько вот чувствуется у меня даже через ваш этот вариант выходит просто через горло вот то что накопилось понимаете на вас давят вас обезжиривают понимаете давайте глянем еще что вам делать почему что делать в этой ситуации вот видите королева мечей выпала вы должны собраться и своим голосом порешать все проблемы не руками не слезами не мыслями какими-то как всех устроить чтобы всем овечекам было хорошо а просто как крикнуть как по столу хлопнуть понимаете и все вот кстати насчет хлопать по столу знаете вот когда от сглаза мы стучим тогда по дереву когда человек злится в ярости он так кулаком по столу а вам надо вот каждый раз когда вы чувствуете вот кстати вот проверьте даже через звук вы например еще не собрались с горловой чакрой да не собрались с горлом своим за голосовыми не собрались так вот собирайтесь ртом собирайтесь руками собирайтесь ногами как только вы чувствуете что нова с вами что-то не то плохое состояние возьмите топните прыгните так вот чтобы знаете сильно как будто вы соседям не хотите спать давать по столу так сильно стукнете чтоб ваш все по подлетала понимаете и вот вы если будете вот так стучать стукать топтать сильно так резко то вы заметите вот в те моменты когда вам плохо вы заметите как когда вы это делаете и что есть источником вот вашего такого плохого всего и все потом собрали для этого свой голос и потом если это и вас мужик так вырубает говорите шел вон собака да девочки если вас вырубает кто-то другой все остальное не бойтесь этого стоя отстаиваете свои интересы отстаиваете покажите что вы зверь не код не та кошечка которую можно всем обидеть и и каждая собака может на ногу на кошечку погнать а то что вы тигрица и вот это вот кошечка может быть и пушистой а может вы царапать и до все глаза в крае любому своему врагу понимаете вот такие дела мои дорогие тут за себя надо побороться за себя надо побороться и стать вот этой королевой мечей давайте еще глянем чем закончится этот суд потому что если вы за себя не постоите никто за вас не постоит ну кто за вас постоит за кошечку котики другие давайте еще посмотрим почему нет сил и энергии чем это все закончится умеренность все это закончится и вот кстати то что у вас сейчас жизни происходит смотрите она выпала вам двумя старшими арканами по факту что есть и что будет что есть суд а что будет умеренность то есть это к какой-то к даже кармическая задача перед вами то что у вас сейчас на вас давят вас как-то упа это даже не упадок сил у вас эти силы вырвали у вас их забрали вот эти вот силы ваши и вот через это вы пройдете и она вам дано по жизни как жизненный опыт который вы надолго запомните и многие потом моменты такие будете обходить уже стороной поняли то есть то есть вот это тоже через что надо в принципе пройти то есть рано или поздно много все равно привело к этому что сейчас есть и рано и поздно она приведет 14 старшему аркану умеренности и покоя понимаете оно должно вы должны через это пройти это разрубить вот это все камнище в которые у вас здесь происходит лишних людей убираем со своей жизни намечаем себе четко то что мы хотим если на вас нападают враги говорим им иди на три буквы чтобы они боялись но перед тем к чтобы они боялись вот стучите по столу понимаете стучите тупайте и отгоняйте вот этими вот всеми звуками вот эту всю ерунду дистику все мои дорогие держитесь у нас все будет с вами хорошо этот год будет лучше чем был тот предыдущий но тоже тяжеловато на самом деле тоже тяжеловатый но здесь уже если мы просто бились в прошлом году за что-то в этом году девочки это вот знаете время немножко слизывать сливки так что вот этот год мы с вами будем вот так вот проживать для того чтобы получать очень много приятных бонусов с этого года все дорогие мои пока пока